Эры Конфуцианские классические книги, независимо от социального положения Одновременно процедура государственных экзаменов была значительно усложнена Вместо устных экзаменов были введены экзамены в письменной форме, что требовало более тщательного изучения конфуцианских канонов Период правления династии Сун, 960-1270, был связан с остановлением неоконфуцианства, которое оказывало сильное влияние на содержание воспитания и образования в Китае вплоть до начала 20-х Неоконфуцианцы подвергли пересмотру толкования основного свода конфуцианских классических книг, акцентируя внимание на усиление принципа подчинения личной воле общественным законам и нормам морали В отличие от раннего конфуцианства с его главным образом этикополитическими положениями в неоконфуцианстве значительное место стало отводиться вопросам натур философии и космогонии При этом мир природы и мир этических отношений неоконфуцианцы рассматривают как единую систему, как две стороны единого целого Ими была создана теория взаимосвязи двух начал Идеального, ли, закон, принцип, и материального, ци, вещество, материя Идеальное начало предшествует всему, без него не может существовать материальное начало Эти два начала сосуществуют, однако идеальное начало первично, хотя и нуждается в прикреплении к материальному, что необходимо последнему как закон его существования Однако неоконфуцианские идеи по-прежнему исходили из признания незабленности существовавшей государственной власти, безусловного подчинения старшим детей родителям, подчиненных начальнику, что соответствовало традиционным целям воспитания и образования в Китае Вместе с тем педагоги средневекового Китая ставили перед собой задачу всемерного совершенствования всех человеческих задатков, материального начала, ци, в своих учениках через процесс обучения Значительно позднее, в 14-17 вв, при династии Мин в Китае стали постепенно возникать предпосылки для расширения начального обучения через местные общинные школы, хотя императоры по-прежнему уделяли главное внимание высшим школам В Пекине и Нанкине было создано по одному высшему учебному заведению специально для подготовки чиновников высших государственных учреждений Подверглась изменениям и система государственных экзаменов При написании экзаменационных сочинений на государственных экзаменах стали требовать соблюдение шаблонного схоластического стиля, от которого ни в коем случае нельзя было отступать Каждое сочинение должно было состоять из восьми разделов Введение, структура изложения, основные идеи сочинения, переход к изложению, начало изложения, середина изложения, конец изложения, заключение При этом каждый из четырех последних разделов должен был состоять из двух частей тезиса и антитезиса, что в сумме составляло восемь членов, поэтому все сочинения называлось «восьмичленным» или «восьмитизным» Написанное по такой схеме сочинение представляло собой хитросплетение иероглифов, в котором ценилась одна лишь форма Каждый раздел сочинения должен был быть ограничен определенным количеством иероглифов Не менее 300 и не более 700 Оно писалось в духе древних конфуцианских книг с учетом неоконфуцианских комментариев к ним При написании сочинения нельзя было освещать события и факты, имевшие место после династии Ценихань, Т.Е. После 220 года Н.Э. В общем, унаследованная от древности, сохранявшаяся в Китае вплоть до начала 20 в точка, система школьного образования имела следующий вид Обучение мальчиков в грамоте начиналось с 6-7 летнего 25 Возраста в казенной начальной школе за умеренную плату, что же касается девочек, то они в школах не учились и получали воспитание в семье Богатые люди предпочитали обучать своих детей частным образом Они либо нанимали сына учителя, либо отдавали его в частную школу Первым текстом, который начинали учащиеся заучивать наизусть, была небольшая книга, трое словий, составленная в 13 в Ее текст был написан сжатым литературным слогом на классическом литературном языке в стихотворной форме Книга состояла из 1068 иероглифов, расположенных в 356 строках по 3 иероглифа в каждой строке Содержание этого учебного пособия представляло собой изложение начал философии, китайской классической литературы и истории Здесь давалось краткое изложение основ конфуцианской морали, прославлялись древние мудрецы, приводились примеры, достойные подражания, упоминались важнейшие события древней истории Китая Этот учебник использовался на протяжении нескольких столетий Затем учащиеся переходили к изучению другого текста, фамилии всех родов, в котором в рифмованной форме располагались наименования 408 односложных и 32 сложных наиболее употребительных китайских фамилий по 4 иероглифа в строке Это учебное пособие было составлено в ХАВ После этого учащиеся приступали к изучению текста другого учебного пособия, тысячесловника, созданного в 6 в n.e.te Значительно раньше, чем первые два Этот учебный текст состоял из тысячи неповторяющихся иероглифов, разбитых на 250 строк по 4 иероглифа в каждой строке По своему содержанию, тысячесловник, в основном сходен с первым учебником, трое словие Текст, тысячесловника, заучивался наизусть Помимо названных трех учебных пособий ученики заучивали и некоторые другие тексты, например такие, как «Ады для детей», содержание которых носило в основном нравоучительный характер В стихотворной форме приводились, упражнения для детей, для тренировки письма, речь для детей Для чтения и декламации На этом заканчивалось начальное обучение, которое обычно длилось 7-8 лет За это время учащиеся заучивали до 3000 наиболее употребительных иероглифов, получали элементарные знания по арифметике и истории Китая Большое значение в процессе элементарного обучения уделялось каллиграфии и искусству красиво писать иероглифы кистью На этом для большинства детей образование и заканчивалось После завершения начального обучения сдавались экзамены Те, кто успешно их выдерживал, могли продолжать образование на второй ступени, условно говоря, в средней школе Обучение на второй ступени длилось 5-6 лет, в течение которых изучались классические книги, входившие в конфуцианское четверо книжей, Сэшу, и пяти книжей, Уцзин Четверо книжей состояло из четырех книг, Великое учение, Дасюэ, о нравственности и политике Золотая середина, Чжун Юн, о совершенствовании человека при помощи образования Мудрец Мэнь, Мэнь Цзэ, о восстановлении добра в человеке справедливой государственной властью Беседы и высказывания, Лун Юй, краткая, о жизни и деятельности Конфуция В последние годы обучения на второй ступени учащиеся обучались стилистике и умению писать стихи Кроме того, обращалось внимание на умение толковать тексты классических книг и комментариев к ним, писать сочинения по определенной форме В процессе обучения на второй ступени учащиеся сдавали экзамены Месячные, квартальные и годовые Таким образом, и в средней школе содержание ограничивалось весьма узкими рамками и носило чисто гуманитарный характер Изучение светских наук, за исключением основ арифметики, не входило в содержание образования Молодые люди в возрасте 18-19 лет могли готовиться к сдаче государственных экзаменов Система государственных экзаменов была громоздкой и сложной В основном она состояла из трех последовательных ступеней Первая ступень – уездные экзамены, которые проводились ежегодно осенью в главном городе уезда Претенденты, которые выдерживали эти экзамены, получали первую ученую степень, сюцай, расцветающий талант Обладатели первой степени могли рассчитывать на занятия чиновничьей должности в масштабах уезда, а также имели право сдавать экзамены на получение второй ученной степени Те, кто не выдерживал дальнейших экзаменов и не получал никакой чиновничьей должности, обычно становились школьными учителями Вторая ступень – провинциальные экзамены, которые проводились весной один раз в три года в главном городе провинции, а также в Пекине и Нанкине В большинстве случаев к ним допускались особенно отличившиеся обладатели первой ученной степени Выдержавшие провинциальные экзамены лица получали вторую ученую степень, цзюйжень, в буквальном переводе, представляемый человек Эти экзамены отличались большей строгостью и контролировались главным экзаменатором из Пекина Его помощники и наблюдатели назначались из числа крупных чиновников Обладатели 26 Второй ученой степени получали чиновничьи должности в масштабах провинции, а также имели право сдавать экзамены на получение третьей ученой степени в столице Третья ступень – столичные экзамены, которые проводились один раз в три года в специальной экзаменационной палате Столичными экзаменами руководил генеральный экзаменатор, назначавшийся из числа крупных придворных сановников Ему помогало большое число инспекторов и надзирателей Пройдя успешно процедуру столичных экзаменов, соискатели получали третью ученую степень Из множества лиц, которые каждые три года приезжали в Пекин сдавать эти экзамены, только не более 300 человек получали искамую третью ученую степень, которая открывала путь к бюрократической карьере На время экзаменов соискатели ученых степеней обычно запирались поодиночке в изолированные кельи, где они должны были написать сочинения на заданную тему в традиционном стиле, о котором уже говорилось ранее Традиционная система образования и практика государственных экзаменов официально просуществовали до 1905 года В целом можно отметить, что государства Востока накопили богатый опыт воспитания и обучения, оказавший влияние на последующее развитие школы и педагогики В эпоху древних цивилизаций Востока возникли первые школы, были сделаны попытки осмыслить цель, задачи, содержание, формы и методы воспитания и обучения подрастающих поколений Рекомендуемая литература Алексеев В.М. В Старом Китае Дневники путешествия 1907 года М.1958 Ван Бин Чжаа, Го Тян Чи, Лю Дэ Хуа Идер Очерки истории педагогики в Китае Пекин, 1997, на китайском языке Го Чи Тянь История китайской педагогической мысли Пекин, 1987, на китайском языке Дандамаев М.А Вавилонские песцы М.1983 Древнекитайская философия Собрание текстов В.2Т М.1971-1973 Зарождение древних классовых обществ И первые очаги рабовладельческой цивилизации Чи Один Месопотамия слэш подред И.М. Дьяконова М.1983 Истрин во возникновение и развитие письма М.1965 Конфуция и его школа М.1996 Антология гуманной педагогики Крамерс История начинается в шумере Слэшпер Сангл М.1991 Сангл М.1961 История начинается в шуме М.1981